Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова вернуться к финансовым рынкам, посмотреть за теми основными событиями, которые прогремели на финансовых площадках вчера, соответственно, проследить за той динамикой, которую они спровоцировали по основным дуэтам валютных активов, ну и, конечно же, обратить внимание на те основные макроэкономические события, которые у нас впереди, то есть в рамках сегодняшней торговой сессии. Сегодня, как и всегда, обозначу очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все, как и всегда, предельно просто. Связывайтесь с вашим менеджером и, соответственно, меняйте это слово на бонус на пополнение. Поскольку сессия обещает быть весьма интересной, сегодня у нас данные ADP, которые будут предвосхищать, соответственно, пятничный отчет Non-Farm Queralds, то есть по состоянию американского рынка труда, но еще на повестке у нас и конференция председателя ФРС Жанет Херин, которая, будем надеяться, прольет свет на сроки первого за последние 10 лет повышения процентной ставки. Если это будет так, то волатильность не заставит себя долго ждать, и, соответственно, мы увидим очень интересную динамику буквально по всем инструментам в финансовых рынках, и речь идет не только о рынке Форкс. Изумеется, будут лихорадить и фондовые площадки, и, скажем, производные инструменты, и те же самые облигации. Давайте тогда переходить к нашему традиционному вступительному активу. Начнем с Brent'а. И есть что рассказать, потому что вчерашняя торговая сессия оказалась интересной для тех трейдеров, которые делали ставку вопреки общему фундаментальному фону на укрепление позиций Brent'а. В частности, этот инструмент, этот актив добрался до ближайшего сопротивления, которое значится в районе 50, и, на самом деле, если говорить про тот новостной фонд, который стал причиной повышенного интереса к позициям черного золота, он был связан с очередным ближневосточным конфликтом, который сейчас является главной темой обсуждения для участников рынка. В частности, речь идет о Ливии. Как сообщила ливийская нефтяная компания, объемы выработки могут упасть в ближайшее время на 70 тысяч баррелей в сутки. Поэтому, если мы будем говорить про совокупное производство, это, скорее всего, даже уже ниже 400 тысяч. Произошло это по той причине, что боевики купировали, блокировали один из основных терминалов. Поэтому, если отдавать должное подобному фону, действительно, он локально может стать причиной для восходящего движения и укрепления этого актива. Мы видим то, что именно это сейчас и происходит. Но, с другой стороны, хочу также отметить, что ближневосточные конфликты, они были всегда, они быстро возникают и быстро сходят на нет. Поэтому общую позиционную картину, разумеется, это локальное, скажем, сообщение, связанное с неработой основного терминала в Ливии, никак не повлияет на те долгосрочные цели, которые мы ставим по позициям бренда. Пройдет несколько дней, ну, максимум недели. Я думаю, что об этом конфликте все забудут и, может быть, даже, скорее всего, даже ситуация нормализуется. Поэтому мы ждем, разумеется, сохранения прежнего коррекционного настроя по бренду и делаем ставку на то, что позиции черного золота в ближайшее время смогут вернуться в район 47 долларов за баррель. Еще интересным макроэкономическим событием, точнее, даже инфо-событием для нефти, стала и продолжающаяся забастовка в Бразилии нефтяников. В частности, в воскресенье она началась, в понедельник я не делал на нее ставку, потому что полагал, что вопрос удастся решить быстро, но сейчас уже среда, ситуация затягивается. Но я также думаю, что если использовать, скажем, этот инфоповод для, скажем, объяснения возможности делать ставку на бай по бренду, это только как о срочной идее. Ну и вообще даже от нее лучше уже отказаться, потому что временное явление, оно может привести к очень неприятным последствиям для тех трейдеров, которые сейчас начнут закладывать в основу, скажем, своих длинных инвестиционных идей именно этот новостной фонд. В общем, пока по бренду мы не забываем про прежний серьезный фундамент, который позволяет нам снова, скажем, возводить на Олимп именно факт избыточного предложения. И это событие, эта констатация факта, разумеется, позволяет нам снова с еще большей уверенностью толкать, ну пока только, конечно же, на уровне как бы интуитивного восприятия, но все-таки мы, конечно же, будем пытаться реализовать наше представление, ожидание, прогнозы от, скажем, динамики бренда, фактическое нисходящее движение. 47, я уверен, будет очень скоро, наша долгосрочная цель находится еще ниже 45 долларов за баррель. Плюс ко всему, сегодня вернемся вечером к данным по запасам нефти США. Я уверен, что они снова выросли, а значит, уже завтра в ходе брифинга вернемся к этому макроэкономическому отчету и будем уже, наверное, отмечать еще один факт локального давления на позиции бренда и WTI. Что касается российской валюты, 62,59, рядом с этим уровнем была закрыта вчерашняя торговая сессия. Учитывая то, что по бренду мы увидели уверенное восходящее движение, которое позволило ему добраться снова до сопротивления в районе 50, рубль также воспользовался ситуацией, разумеется, неплохо, скажем, окреп против своих основных конкурентов, как против доллара, так и против европейской валюты. Но поскольку я уже сделал ставку на то, что укрепление нефти – это локальное временное явление, значит, не будем все-таки позволять этому локальной динамике, скажем, изменить нашему позиционированию и продолжаем ставить, опять же, на еще один виток девальвации, который легко может отправить позиции рубля в район 65, соответственно, против доллара. Ждем еще одного ослабления, пока на текущий момент важных макроэкономических событий по российскому рынку, которые могли бы позволить также российской валюте отбить еще несколько пунктов у своих конкурентов, нету. В частности, уже скоро будем анализировать новую статистику по инфляции. И забегая вперед, хочу отметить, что, скорее всего, у нас будет очередной месячный прирост, что в целом позволит нам говорить о том, что девальвация все-таки сказывается, разумеется, на индексе потребительских цен и на потребительской активности, что в целом создает еще большее давление на показатели экономического расширения российского региона. Позитива нет. Если его нет, значит, давайте с теми трейдерами, которые верят в еще большее ослабление оппозиции российской валюты, делать такую же негативную ставку и ставку на девальвацию российского актива. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальная котировка 1,0948. Видим то, что главный валютный риск против американца уже пробил поддержку в районе 1,10. В частности, коррекционная динамика продолжилась, которую мы видели в понедельник. И я хочу сказать то, что трейдеры не хотят упускать те возможности, прекрасные перспективные шансы поспекулировать на потенциальной слабости европейской валюты, то есть главного валютного риска. И связано это, конечно же, с ожиданием расширения программы количественного смягчения, которая будет, по сути, анонсирована уже в формате фактического решения в конце 2015 года, то есть в декабре. Заседание пройдет буквально в самом начале. Остается подождать еще совсем чуть-чуть. Сомнений в том, что ЕЦБ пойдет на дополнительные шаги экономического стимулирования практически нет. Об этом стало ясно уже по факту конференции Драги, которая состоялась в две недели. Об этом сигнализируют макроэкономические данные. И, соответственно, скажем, об этом указывает должная экономическая картина, которая действительно показывает то, что еврозона испытывает серьезные экономические проблемы. И, прежде всего, речь идет об очень слабом показателе по индексу потребительских цен. На текущий момент уровень инфляции находится на минимальных, многолетних минимумах, на нулевой отметке. И при неизменности, наверное, текущего новостного фона, а может быть даже в отсутствие решительности со стороны Европейского центрального банка повлиять на эту статистику, мы сможем закрыть год с европейскими статистами по этому отчету даже на отрицательной территории. Поэтому ЕЦБ, конечно же, должен действовать и должен решать эту проблему. В частности, вчера из важнейших событий по европейскому рынку стоит отметить конференцию Драги, на которой он, собственно, еще раз отметил тот факт, что ЕЦБ остается гибким, адаптивным, то, что ЕЦБ следит за экономической ситуацией, отметил то, что низкая инфляция, катастрофически низкая инфляция, это серьезная проблема для экономики, ну, такая же проблема, как и высокая инфляция. То, что ЕЦБ имеет достаточный инструмент для того, чтобы повлиять на текущую картину, и речь даже идет не только о расширении программы количественного смягчения и продлении ее сроков. Есть еще и ставка рефинансирования и ставка по депозитам, которые также при необходимости могут быть задействованы. Поэтому вчерашнее выступление Драги, я считаю, то, что можно еще, скажем, интерпретировать как дополнительный фундамент той идеи, предполагающей еще больше ослабления главного валютного риска, опять же, на идее дополнительных мер экономического стимулирования. Поэтому продолжаем делать ставку на продажу европейской валюты против американца. Ближайшая цель – это значение 1.08, как я уже отмечал ранее. Но, может быть, все-таки, если ЕЦБ действительно не будет тянуть резину и последует делом за словом, мы сможем увидеть значение даже еще ниже. Долгосрочная цель 1.05, но и есть, конечно же, ориентиры, которые серьезно, скажем, предполагают и указывают на возможность достижения по паре евро-доллар даже паритетного значения. Но это совсем уж на долгосрок. Я думаю, что мы еще неоднократно вернемся к этим целям и будем все-таки адекватно и, скажем, оценивать общий фундаментальный фон и следить за теми тенденциями, которые разбираются на рынке финансовых активов. Идем дальше. Доллар японская иена. Актуальная котировка 121.16. Видим то, что доллар продолжает карабкаться вверх. Понятно, что этому способствует и макроэкономическая статистика. Ну и, прежде всего, доллар толкают вверх американские трежери, в частности, рост доходности, уже продолжается которую сессию подряд. Это настоящий тренд. Мы видим то, что по десятилетним бумагам доходность уже максимальная за последние, наверное, 8 или даже 10 недель. В частности, доходность составила 2,2%. Я думаю, что эта тенденция продолжится. И рост доходности явно указывает на то, что участники рынка, ну или, по крайней мере, те трейдеры, которые делали ставку на трейдинг по облигациям, все-таки склоняются в пользу того, что ФРС пойдет на ужесточение монетарной политики до конца этого года. И этот факт не нужно игнорировать. Многие инвестиционные банки уже действительно констатируют факт существенного шорта по облигациям в рамках своих активов. Это также является подтверждением для тех трейдеров, которые следят за динамикой долгового рынка США и прекрасно понимают то, что его можно использовать в качестве опережающего фактора, чтобы оценить возможные изменения вектора монетарной политики, ну и потенциальную силу доллара. В силе американской валюты практически никто не сомневается. Я думаю, что сомневаться в ней не нужно и вам. Доллар неплохо прессингует, по сути, игнорируя даже слабые макроэкономические данные, которые выходят периодически, потому что прекрасно понимают, что в целом за последний год он уже получил достаточно оснований для усиления своих позиций и повышения своей стоимости. Тем более, что доллар и японская иена у нас еще и очевидный контраст в монетарных политиках, о чем я также уже неоднократно говорил. Сегодня очень интересная торговая сессия для доллара, потому что мы будем следить за данными по EDP. Это отчет, который предвосхищает пятничный Non-Farm Perils. Если статистика будет хорошая, я об этом практически не сомневаюсь, значит у нас появится еще одна возможность для того, чтобы прокатиться в локальном продолжающемся восходящем бычьем ралли по паре USD и иена и еще ближе стать, приблизиться к нашей долгосрочной цели, которая находится в районе 125. Следим за статистикой EDP и готовимся использовать ее для, скажем, еще одного стимула и катализатора для роста американца. Плюс ко всему, сегодня пройдет еще и выступление председателя ФРС Жанна Фьерин в 18.00 по московскому времени. Будем надеяться, что она прольет свет, конечно же, на сроки повышения процентной ставки, ну или, по крайней мере, коснется того, готова ли экономика к этому. Полагаю, что позитивных комментариев будет больше и позитивные комментарии также можно будет интерпретировать как еще одну подготовку к жестким действиям и мерам, которые будут направлены на нормализацию денежно-кредитной политики по итогам следующего заседания, которое пройдет в декабре. И снова мы возвращаемся к идее повышения процентной ставки. Поэтому USD иена снова верим в возможность еще большего роста и продолжаем следить, соответственно, за тем, как доллар укрепляется против своего основного защитного конкурента и японской валюты. Фунт против доллара. Актуальные котировки 1.54.16. Если мы посмотрим в целом на вчерашнюю торговую сессию, то сможем заметить, как техническая формация разворотного характера, о которой я говорил, прекрасно себя отработала. Коррекция составила больше 50 пунктов и в целом, учитывая то, что локальный минимум был 1.53-1.58, мы видим то, что в расположении этого актива имеется и достаточное количество продавцов, которые готовы использовать любую возможность, чтобы, наверное, отправить британца к тем уровням, на которых он и должен находиться. Трейдеры пока не очень-то торопятся использовать позитивные данные по индексу производственной активности, но, наверное, это полностью сопряжено с логикой, потому что я уже отмечал, что производственная активность – это не ключевой катализатор для экономики. Здесь нужно смотреть на сферу слуха, она пока явно не радует тех, скажем, фундаменталистов, которые отталкиваются от ключевых, соответственно, секторов для того, чтобы определить перспективы стоимостных активов. Мы знаем то, что британская валюта уже, по сути, в одной торговой сессии от супернасыщенного четверга, то есть уже завтра мы сможем проследить целый блок макроэкономических данных, ставка, выкуп активов, протоколы, прогнозы по инфляции и, самое главное, голосование членов Банка Англии, монетарного кабинета по срокам повышения процентной ставки. Снова повторяю, что, скорее всего, позиция будет смещена в пользу того, что Банк Англии еще явно не готов к тому, чтобы ужесточить монетарную политику, и низкие показатели по инфляции явно этому доказательства. Поэтому вчерашнюю, завтрашнюю торговую сессию с большой долей вероятностью можно будет использовать как еще один фундаментальный день для коррекционного движения и, может быть, уже такого планомерного возобновления среднесрочной коррекции и долгосрочной коррекции, на которую мы и делаем ставку. Поэтому, говоря про перспективы британца, отмечал то, что можно использовать, попробовать использовать селл-стопа с уровня 1.5350, пока мы этот отложенник не подняли с рынка. Возможно, это произойдет уже сегодня, ну или в рамках завтрашней торговой сессии. Тейк-профит в этом случае будет на уровне 1.52, а стоп-лосс 1.5450. Также хотел отметить еще несколько тандемов валютных активов, в частности, доллар швейцарский франк. Мы видим то, что на текущий момент актуальная котировка 0.9918 и USD-свеси буквально в одном маленьком шажочке от парикетного значения, которое, я надеюсь, мы уж можем протестировать уже в самое ближайшее время. Долго мы его ждали, и вот, наконец-таки, еще одна инвестиционная идея будет, скажем, в плане ожиданий. Вознаграждена для нас, и мы доберемся до нашего профитного ориентира. Что касается катализаторов для восходящего движения этой пары. Стоит отметить еще вчерашние комментарии председателя, даже управляющего, можно сказать, Национального банка Швейцарии Джордана, который отметил, что Национальный банк Швейцарии по-прежнему следит за той ситуацией, которая разворачивается в рамках европейского рынка, и, конечно же, внимательно отслеживает действия Европейского центрального банка. То есть, Национальный банк Швейцарии готов при необходимости провести очень нехилые интервенции для того, чтобы по ослаблению национальной валюты опередить слабости европейской валюты. Это очень важный момент, потому что мы знаем, что Национальный банк Швейцарии сейчас делает все возможное, чтобы избавить франк от защитного статуса и добиться его большего ослабления, потому что дорогая валюта серьезно сказывается на конкурентоспособности национальных производителей. А учитывая то, что на еврозону приходится 60% экспорта Швейцарии, понятно, что эта проблема конкурентоспособности является одной из ключевых для Швейцарии. Но говоря простым языком, если, скажем, складывается ситуация, когда жители Швейцарии прекрасно понимают то, что, к примеру, тот же самый ноутбук, они могут купить на определенную сумму, они могут купить один ноутбук. Но если конвертировать швейцарские франки в европейскую валюту, получится так, что, переехав в регион, где ходит и циркулирует европейская валюта, на ту же самую сумму они смогут купить уже два ноутбука. Вследствие этого, разумеется, многие принимают решение делать серьезные покупки за пределами Швейцарии, и это приводит к очень слабым показателям по потребительской активности, но и, разумеется, негативным образом сказывается на темпах экономического расширения. Чтобы решить эту проблему, нужно добиваться ослабления курса национальной валюты. И мы знаем то, что даже текущая ставка, ключевая процентная ставка Швейцарии находится на отрицательной территории минус 0,75%. И руководство, монетарное руководство Швейцарии уже неоднократно отмечало тот факт, что они готовы задействовать даже дополнительные меры экономического стимуления. Но сейчас мы ждем интервенции, которые непременно поспособствуют достижению паритета, а может быть даже еще более серьезному восходящему движению по паре USD с ВИСи. Новозеландец против доллара отметился по итогам вчерашней торговой сессии. Коррекция была в районе 100 пунктов, в частности, актуальная татировка 0,6652. И ключевым негативным фактором выступила очень слабая статистика по рынку труда. Уровень безработицы 6%, в частности, квартальное изменение занятых оказалось худшим за последние три года. О том, что риски падения, опять же, ухудшения ситуации и на рынке, на национальном рынке труда Новой Зеландии присутствуют, я об этом уже неоднократно говорил. Сейчас мы по факту увидим реализацию этого негативного сценария. Поэтому, возвращаясь к тем инструментам, которые могут быть направлены на стимулирование экономики и достижение более стоящих показателей по экономическому расширению. Это, конечно же, снижение процентной ставки, поэтому мы продолжаем ожидать ее в самое ближайшее время. И если это произойдет, Новозеландец против доллара сможет просесть еще серьезнее, может быть, даже в район 0,62. Сейчас можно попробовать также использовать sell-stop для тех, кто еще не находится в расположении сделки, короткой сделки по новозеландцу против доллара. И этот sell-stop можно поставить на уровне 0,6620, а take profit 0,64, пока будем руководствоваться более приближенным ценовым ориентиром, stop loss 0,67. Соответственно, если получим еще один негативный сценарий, либо увидим серьезное укрепление американца, что, разумеется, скажется негативным образом на динамике рисковых инструментов, новозеландец и австралиец, евро, фунт пойдут тем целям, которые мы выставили ранее. Собственно, на этом все. Что касается кодового слова на сегодня, это занятости. Величина бонуса 7%. Все-таки сессия будет очень интересной. Я хочу, чтобы вы к ней подготовились с точки зрения волатильности и защиты, даже лучше усиления покупательской способности в ваших депозитах. Действует этот бонус до завтрашнего утра, то есть до завтрашнего брифинга. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, вы знаете, то, что их можно оставлять на нашем официальном канале на YouTube под видеоокном. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...